«Женщина глазами миллионера». С вами я, Альфия Рахимкулова, автор книги «Практикующий психолог, бизнес-коуч». Эта книга — мой большой творческий проект, в который вложен колоссальный объём знаний и огромный кусок моей души. Это пособие, настольная книга, где я даю вам ряд ценных и уникальных методик, как обрести уверенность и внутреннюю опору. Многие женщины хотят завоевать внимание и любовь сильных и богатых мужчин. А вы когда-нибудь задумывались, чего хотят они? Какую женщину они желают видеть рядом с собой? Уникальность этой книги в том, что в её создании приняли непосредственное участие успешные бизнесмены и участники списка «Форбс», которых озвучил актёр и режиссёр Сергей Батаев. В эксклюзивных интервью они рассказали мне, каких женщин хотят видеть рядом с собой. Основываясь на этих беседах, я даю в этой книге пошаговый алгоритм действий, как найти в себе эти качества и довести их до совершенства. Я очень хочу, чтобы каждая из вас нашла ответы на свои вопросы, открыла что-то новое и изменила жизнь к лучшему. Поговорим о самоценности. В этой главе я хочу объяснить вам разницу между самооценкой, самоценностью и самодостаточностью. В чём проблема большинства людей на планете Земля? У них низкая самооценка. Это касается не только женщин, но и мужчин. Их недолюбили в детстве, мало хвалили, много критиковали, сравнивали с другими, им не додали внимания и заботы. Они самыми разными способами пытаются быть счастливыми во взрослой жизни. Получается обычно плохо, потому что низкую самооценку человек обычно старается восполнить с помощью внешних опор. А это не работает. Люди не ценят себя, не любят себя. И это очень чувствуется в общении. В чём разница между самооценкой и самоценностью? Самоценность можно обрести. Когда девушка прорабатывает этот вопрос со специалистом, как правило, случается настоящее чудо. При той же длине ног и величине груди, что была до сеанса психотерапии, неуверенная женщина начинает себя постепенно чувствовать красивой львицей. От неё начинает исходить энергия. Именно её женщина транслирует в пространство. И именно эта энергия притягивает мужчин. Мужчины питаются женской энергией. Если в женщине нет энергии, ничего не получится, какой бы она красивой ни была. Вы посмотрите, сколько настоящих красавиц не замужем и никогда не были. Почему? Потому что внутри пусто. Для того, чтобы стать притягательней, для того, чтобы с тобой хотелось общаться, нужен огонь. Красивый, сдержанный, благородный огонь. Что отличает женщину, которая знает себе цену, от женщины, которая не уверена в себе? Эти различия можно уловить даже на уровне первого взгляда. Такая женщина спокойна и уравновешена, держится открыто, смотрит прямо, общается непринужденно, хорошо выглядит. Эта женщина четко понимает, чего хочет, и идет к своей цели. Она расслаблена, доброжелательна, не поддается на манипуляции, независимо от чужого мнения, уважает свои и чужие границы. Что надо сделать, чтобы стать такой? Обрести свою самоценность. Что такое самоценность? Это безоговорочное признание своей ценности, важности и значимости. Человек с развитым чувством самоценности считает себя достойным уважения, любви. Он принимает себя вне зависимости от собственных успехов или неудач. Такой человек знает и свои возможности и ограничения. Он опирается на себя, на свои личные качества, на любые результаты, на любой жизненный опыт. Вы спросите у меня, не равны ли слова самоценности самооценка? Нет. Это разные понятия. Самооценка – это то, как каждый из нас оценивает себя глазами других людей. Самооценка строится на сравнении себя и своих действий с результатами других людей. То есть это инструмент оценивания и сравнивания. Самооценка, если говорить о ней простыми словами, это когда я сам себе оценку ставлю. У Маши ноги длиннее, чем у меня, значит, у меня на троечку. Или Маша зарабатывает миллион рублей, а я сто тысяч, значит, двоечку я себе здесь ставлю. То есть собственную ценность мы определяем в сравнении с другими людьми. А когда речь идет о самоценности, оценки вообще не нужны, потому что я уверена в своей ценности и я ни с кем себя не сравниваю. Я сама про себя все знаю. Чем больше я знаю о своей ценности, тем прочнее опора, на которой я стою. И тем меньше я реагирую на оценку окружающих. И тем реже мне нужно подтверждение того, что я молодец. Как говорил основоположник аналитической психологии Карл Густав Юн, «Взгляд во мне должен быть превращен во взгляд внутрь себя. Открытие себя дает вам все, что вы есть, были предназначены быть, и все, что вы живете, от и для». Если вдуматься в эту непростую фразу, становится очень многое понятно. Есть еще термин «самодостаточность». Это состояние развивается из самоценности. Самодостаточный человек чувствует себя целостным, независимо от того, находится ли он в данный момент в отношениях или одинок. Ему хорошо и с партнером, и наедине с собой. Но я в своей книге все-таки говорю о рецепте гармоничных отношений с другими людьми, комфортного общения с окружающими. Если вы заинтересованы в таких отношениях, не стоит сильно увлекаться игрой в самодостаточность.